Мы приехали в Хайфу. Дианка сидит. Она устала. Она все время работает, учится. Приехали в Хайфу. Будем делать шашлычки. Катя тут уже приготовила салатики. Это, кстати, из ресторана, где Дианочка работает. Два салата она принесла. Ей в подарок дали, да, кстати? Бесплатно. Тут табули и вот такой вот салат. Типа... Как он называется? Цезарь? Это Фатуш. Фатуш, ну да. На арабском на Фатуш, но это типа как Цезарь. Катя приготовила тортик. И они до сих пор не убрали елку, так что у нас Новый год. Мама такая говорит, о, вы будете праздновать Старый Новый год, но Старый Новый год с 13 на 14. Но мы чуть-чуть поранчат празднуем Старый Новый год. Всем привет, всем добрый день. У нас время 12 часов с половиной. Я уже отработала. Сегодня суббота, 13 число. Много клиентов не брала, потому что сегодня суббота. Не хочется в субботу, я как бы и завтра чуть-чуть работаю. Сейчас, знаете, так беру по чуть-чуть, чтобы не было напряга, чтобы я все успевала. Я тут пытаюсь подметать, еще с вами болтать, куда бы вас поставить. Доброе утро, всем привет. У нас сегодня 14 января, начиная свою отрешнюю влог с обзора покупок с Алиэкспресс. Делала заказ давно, еще до праздников, где-то, наверное, в середине ноября. Вот, наконец-таки, пришла моя посылка. Ну, оно там, знаете, по частям приходило. В Алиэкспресс так всегда по частям приходит. Вот это вот последнее, что у меня осталось. Самое, кстати, главное. Наконец-таки пришло. Короче, первый раз заказала с Алиэкспресс насадки, фрезы для маникюра. Не знаю, посмотрю, как будут в работе. Как сказала, уже первый раз только заказываю. Никогда не заказывала с Алиэкспресс. Вот именно вот такое. Вот все-все покупала всегда здесь. Но сейчас у нас цены бешеные. Вот, а как я уже говорила, прайс я побоялась подымать. Вот, поэтому надо искать какую-то более дешевую продукцию, чтобы можно было как-то дальше существовать на этом рынке маникюра. Вот с этим у меня произошла ошибочка. Я думала, что это, ну, маленькие насадочки, типа вот таких вот обыкновенные. Не посмотрела на размер. Моя ошибка. Я думаю, что там было написано, да, вот размер вот этой головки. Я не посмотрела. И получается, что пришли, как мама сказала, вот такие вот пули здоровые. Я не знаю, конечно, куда, что я смогу с ним не делать, как бы, как с ним работать. Ну, может быть, знаете, там, не знаю, обрабатывать вот такие вот бока, на ногах, на ругах. Ну, что-то не знаю, что-то буду думать, как-то с ними надо, придется работать. Вот здесь я заказала вот такие вот кисточки для бровей. Вообще можно и лайнер рисовать. Вот, ну, вообще-то это для бровей. И тут же шло с этими кисточками вот такие вот две расчесочки. Тоже для бровей, для ресниц можно. Дальше. Что я заказала? Я заказала вот такие вот кисточки, кисточки. Просто супер. Ну, во-первых, внешний вид очень-очень-очень такой прям классный. И самые кисточки я все открывать не буду. Вот, а сейчас одну попробую. Вот таких я, смотрите, какая тоненькая, классная ворсиночка. Такие-то что-то подлиннее, что-то покороче. Вот именно для дизайнов, для тонких линий. Кисточки классные. Очень меня, очень меня порадовали. Вот, и внешний вид еще больше меня порадовал. Очень все красивенько, стильно. Поэтому все свое старье повыкидываю, чтобы у меня был порядок, зачем вот это собирать. И новые вот эти буду ими пользоваться. Дальше. Здесь у меня есть... Ой, господи, здесь у меня есть... Здесь у меня спонжики. Там для омбре и все такое-такого. Вот, прям заказала много, чтобы было. Это заказала такую тарелочку. Я думала, что она будет побольше. Она очень маленькая. Ну, может быть, в принципе, и нормально, не знаю. Дальше. Заказала себе стенд. Когда к Лене езжу на маникюр, у нее такой стенд на столе и не только у Лены. Стенд для пробников. Вот. А то у меня пробники висят на лампе. И это не есть хорошо, не есть удобно. Вот. Поэтому заказала стенд. Но, правда, для стенд тоже нужно какое-то место, чтобы он стоял и не мешал мне. Вот. Ну, короче, заказала стенд. Захотелось мне стенд. Заказала стенд. Апельсиновые палочки, которые здесь у нас тоже уже очень дорогие. Я покупаю сейчас в магазине Beauty Care или Sakara. Такие дешевые магазины, где продают всякую такую фигню. Вот. И там я покупаю по пять штучек, по-моему. По пять штучек стоят... Последний раз я покупала два с половиной шекеля. Вот. А здесь я не знаю, сколько. Не написано. По-моему, здесь сто или пятьдесят. Не знаю. По-моему... Не знаю, сколько. И мешки для моего пылесосика маленького. Вот. Вот это я очень ждала, потому что у меня уже не осталось мешков. У меня там последний. Я его уже пыталась несколько раз и мыть, и выбивать. Вот. Но все равно мешки это вещи. И вообще надо заказать еще другой пылесос. Этот тоже пришел маленький. Я думала, он будет побольше. Тоже заказывала с Алиэкспресса. Он очень маленький. Вот. Надо что-то будет... Надо что-то найти более такое, более большое, более профессиональное. И здесь у меня я заказала себе очередной фартук, потому что тоже старый. Уже какие-то там выкинула. Что-то у меня осталось. Но у меня всего лишь два сейчас фартука осталось. Было четыре, осталось два. Два выкинула. И вот, короче, одну на замену еще. Вот. У меня будет такой фартук заказала себе. Вот такие вот покупочки я сделала себе с Алиэкспресс. Перед этим мне приходили цвета. Я заказывала лак, гель. Цвета очень хорошие, качество мне тоже понравилось. Я заказывала ту же фирму, которую, кстати, в принципе, здесь покупала я. Поэтому разницы я не почувствовала. Именно что касается качества. Мне очень все понравилось, но только, естественно, что за это все я заплатила намного меньше денег. Вот. И одна печальная вещь. с Катей нам постоянно с того места, с того места, с того времени, когда у нас начались военные действия в стране, нам Шиэйн и Алиэкспресс, что-то они там вечно грозятся Израилю, что они прекратят работать. Вот. Сначала там говорили, Шиэйн не посылает, тот, кто заказал свои покупки, не высылает посылки. Потом они возвращают посылки, но не возвращают деньги. Потом они увеличили цену. Потом, короче, много всего было. Я не знаю, что правда, что неправда, если честно. Просто, когда вот эти слухи пошли, я ничего уже не заказывала. Ну, как бы я испугалась. Думаю, сейчас закажу, а мне там не пришлют посылку, не вернут мне деньги. Потом кто-то говорил, что нужно платить за эту, как она называется на русском, да господи, уваля, уваля, на иврите. Ну, когда вам привозят, да, то, что у нас это была привозка, там, если вы покупаете больше 300, там, шекелей бесплатно, а потом начали говорить, что за привозку нужно тоже платить. Вот. Как я уже сказала, я не знаю, что правда, это что неправда. Есть люди, которые говорят, мы также продолжаем заказывать, ничего не происходит, все так же, как и было. Кто-то говорит, да, мне там очень долго шла посылка и вообще не пришла, и они отказались от нее, но деньги мне вернули, то есть, в принципе, все нормально. Ну, я не знаю, короче. Вот, и сейчас мне сестра говорит опять то, что Алиэкспресс, то есть Китай, именно сказали вообще, что они не будут работать с Израилем, не будут сюда ничего посылать, тут же у меня клиентка сидела, которая заказывала себе, у нее свадьба, дай бог летом, и она позанаказывала себе там не знаю чего, и она вот спокойно общается с продавцом, и никто ничего ей не говорит, что там они не работают с Израилем. Короче, тоже опять не знаю, что кому верить, вот, но если, конечно, Алиэкспресс не будет работать, печально, потому что вот эти все вещи, которые я покупаю, это, конечно, намного в 300 раз все дешевле, чем у нас сейчас все это продается, особенно вот такие вот вещи, я, конечно, не знаю, какого этого качества, надо попробовать поработать, поработать с этими головками, фрезами, а потом я уже, конечно, буду рассуждать. Вот, ну, что касается вот таких вот палочек, то тут как-то уже говорит, ну, беспроигрышный вариант, вот такие вот всякие разные насадки, кисточки, очень хорошие, я прям вот именно смотрю по ворсу и по то, что они такие тоненькие, действительно, вот вообще, ну, как профессионально все смотрится, хорошего качества, к примеру, как стенд, я очень часто заказывала с Алиэкспресс и эти лампы и до сих пор с ними работаю, мне все нравится, все хорошо, работает все прекрасно и хорошо, вот, поэтому не хочется, конечно, чтобы все это прекратилось, вот, потому что хоть как-то можно вот именно такими покупками немножечко можно, немножечко можно как-то экономить и выживать, и выживать, потому что цену я не могу поднять тоже из-за положения, ну, а продукцию-то надо покупать, как-то ж надо работать, и чтобы качественно было и хорошо, и хорошо было всем, и все-таки что-то как-то еще, чтобы денежку зарабатывать, а не что, а не так, что работаешь-работаешь и все уходит на вот это вот сырье, на вот это вот все, на вот это вот все, вот так, вот, у нас время 11 часов, сегодня, как я уже сказала, в воскресенье, мы с пацанами поздно проснулись, ну, как для меня поздно, для мальчиков это нормально, тем более, у нас сегодня выходное воскресенье, вот, мне нужно ехать в супер, пацаны пошли сейчас на почту, они там, Раме хочет положить денежки на свою карточку, вот, а я хочу поехать в супер, нужно купить продукты, нужно готовить обед, после обеда я работаю, у меня там тоже 2-3, по-моему, максимум клиентки, вот, и сегодня вечером у нас очередной день рождения, день рождения племянника, день рождения племянника, вот, средняя моя невестка, младший сын, ему сегодня исполняется, сегодня ему исполнилось 5 лет, вот, так что, естественно, пойдем, и надо же что-то покупать, подарок, или денежку нужно будет подарить, вот, короче, вот такие вот дела, сплошные растраты, вот, ну, пускай будут такие хорошие и приятные растраты, чем что-нибудь другое, так что, слава богу, все, ладно, я пойду переодеваться, и поедем в супер со мной, надо, кстати, составить список, буду покупать все самое необходимо, чтобы не тратить лишние деньги, и тряссоры, и приятные деньги, и, 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 и,